Начнем с сервиса Google Form, который как раз позволяет создавать видеовикторины в том числе. Вообще Google Form это хороший вариант для создания разных опросов, викторин, тестов. Это быстро, это не сложно, никаких ограничений здесь нет, поэтому с удовольствием этот инструмент применяют в случае всяких виртуальных розыгрышей, викторин. В библиотеках очень часто проводят на его основе разные мероприятия виртуальные. Единственное, что нужно здесь, это конечно Google Аккаунт. Ну а дальше все просто. Мы заходим в диск, Google Диск, нажимаем на кнопку Создать, выбираем формат, который называется Форма и начинаем заполнять. Здесь все на русском языке и все очень просто. Я хочу обратить внимание на то, что мы создаем вопросы, но к этим вопросам мы можем прикрепить видео с YouTube. Для этого есть специальный значок с правой стороны. Мы на него нажимаем и прикрепляем любой видеоролик по ссылке с YouTube. И вот тут небольшое такое лирическое отступление по поводу YouTube-овского видео. Мы знаем, что аккаунты на YouTube блокируются, удаляются, да и просто пользователь, видео которого вы хотите использовать, может его просто стереть и удалить. Поэтому здесь вот такая сложность при создании видеовикторин. Если мы берем их не со своего канала YouTube, а если мы берем каких-то со сторонних ресурсов, то такая есть сложность, что видео вдруг может удалиться. И тогда вся наша викторина, как вы понимаете, превратится в тыкву. Вот. Поэтому какой выход здесь можно сделать? Использовать видеоролики свои собственные раз, загруженные на свой канал YouTube. Либо те, на которые у вас есть авторские права, может быть они чужие видеоролики, но вам разрешили их использовать, и вы их тоже загружаете на свой канал. И тогда вы будете 100% уверены, что с ними ничего не случится, и вы сможете с ними работать. Вопрос про Яндекс.Форму. Аналогично ли она работает? Я в Яндекс.Форму так глубоко не погружалась. Там есть ряд ограничений и немножко поуже возможностей, чем у Гугл.Форма. Про Яндекс у меня будет отдельный вебинар, чуть попозже. Я пока не очень компетентна вот сразу сходу рассказать вам о возможностях Яндекс.Формы. Если хотите поподробнее, то можете написать мне на адрес электронной почты, я вам уже более подробно отвечу. Сейчас просто я не готова так с нуля сказать. Мне в Гугл.Форма нравится больше, но чуть больше возможностей. Вот все, что пока на данный момент могу сказать. Более подробно уже в личном общении. Итак, ну с видеороликами понятно. Мы их просто прикрепляем к вопросу, какие же здесь есть вопросы. Здесь довольно широкий спектр вопросов. Вот они все здесь. Какие здесь есть варианты? Когда требуется от отвечающего текст какой-нибудь в виде строчки или абзаца, то есть открытый вопрос по сути. Строчку нам удобно использовать, если мы просим представиться. Это важно, если вы учитель, если вы хотите отследить активность каждого учащегося. Нам нужна обязательно строчка, где они будут вписывать фамилию, имя, отчество. Более того, вопросы можно сделать обязательными. То есть пока участник на него не ответит, он не сможет эту форму отправить вам на проверку. Дальше. Текст-абзац. Это просто открытый вопрос, где участнику предстоит поразмышлять над вопросом и что-то в каком-то свободной форме вам ответить. Дальше. Дальше пошли викторины. Один из списка и несколько из списка. Но здесь, наверное, понятно, что это вопросы с выбором одного или нескольких вариантов ответа. Раскрывающийся список. Это тоже задача с выбором, только представлено это будет не в виде галочек и точечек, а в виде такого выпадающего списка, из которого тоже надо что-то выбирать. Дальше. Хороший вариант загрузка файла. Если вы что-то объемное хотите получить от ваших участников, можно им разрешить загружать файлы. Но они должны иметь тоже Google аккаунт. Все, что они вам загрузят и все, что они вам отправят, будет храниться у вас на Google диске. Вы сможете это открыть и просмотреть. До 10 гигабайт они так могут вам прислать и до 10 штук файлов. Но опять-таки это только для зарегистрированных на Google пользователей. Дальше более частные случаи пошли. Это шкала, где мы оцениваем какое-то явление от одного до бесконечности. Дальше. Сетки разнообразные. Что такое сетка? Это варианты с выбором, либо просто строчка, в которой надо что-то отметить. То есть дается такая вроде как таблица, и в каждой строчке надо выбрать что-то из предложенных вариантов. Отметить это. Дата, время – это когда в качестве ответа выдается либо дата, либо время. Здесь все просто. Они по популярности, наверное, здесь расположены, потому что чаще всего используются именно викторины. Это проще, это быстрее. Ссылочку я вам отправила в чат. Там как раз видеовикторина. Там несколько видеороликов. Это викторина по книге. Несколько роликов, созданных по этой книге. И просматриваем, отвечаем на вопрос с выбором ответа. Это еще не все. У Google Form есть настройки, в которых можно установить автоматическую проверку. Мы все прекрасно знаем, особенно кто работает в школе, что самый трудоемкий процесс – это проверка работ. И вот здесь можно выбрать автоматическую проверку, особенно если у вас огромный массив работ. Если вы какой-то масштабный конкурс проводите, видеоконкурс, и вот вам придет очень много ответов. Тест, вот эта именно настройка называется тест, он работает в том случае, если у вас выбор из предложенных вариантов. То есть открытые вопросы автоматически мы не проверим. А вот если есть какие-то варианты, то сервис может автоматически все проверить и каждому участнику, более того, начислить баллы. Делаем эту настройку, и теперь возле каждого вопроса появится новая графа, и там нужно будет вписать количество баллов за этот вопрос. А дальше вы можете уже более подробно настраивать, хотим ли мы показывать правильные ответы в конце, после того, как участник ответит. Хотим ли мы ему незачтенные ответы показывать, и вообще хотим ли мы ему показывать эти ответы. Если все маркеры, эти ползунки перевести в левое положение налево, то участник просто увидит, что его форма отправлена, и все на этом. Поэтому выбираем вариант, который нам больше всего нравится, и облегчаем себе задачу. Сервис автоматически все за нас проверит. Еще одна такая особенность здесь есть, если у вас несколько видеороликов разных по тематике, но мы хотим их в одну викторину добавить, то здесь можно делать разделы. Есть такая возможность, то есть это будут разные странички. На одной страничке участник ответил на вопрос, перелеснул на другую страничку, там новое видео и новые задания к нему. Вот таким образом это все работает. Вверху еще две кнопочки, которые я в красную рамку вынесла. Палитра отвечает за цветовую гамму, за красивое оформление, и глазик отвечает за предварительный просмотр. Ну, оформление можно выбрать из готового. Там есть уже какой-то набор картинок, вот такая веселенькая картинка у меня в качестве обложки, и цвет темы можно выбрать. Поиграть со шрифтами особенно не получится, их здесь четыре основных. Но в общем и целом викторина здесь создается очень быстро, и есть возможность проверки. Более того, вы можете даже сделать Google таблицу, и вы будете по каждому участнику отслеживать его результат. Поэтому в этом случае он отлично подходит и для учителей, и для библиотекарей. Он бесплатный, никаких ограничений нет. Вот, это замечательно. Более того, вы можете пригласить еще соавторов для работы. Ну, обычно мы в одиночку составляем вопросы и задания, но вдруг такая необходимая здесь тоже есть, как и все Google документы, как и все Google инструменты. Здесь есть возможность совместной работы, вы можете пригласить соавторов для своей работы. Да, я про разделы только что и говорила. Спасибо за подсказку. Тест можно разбивать на разделы. Ну, давайте пойдем дальше. Да, про статистику-то я не сказала. Сервис нам умеет делать статистику. Это нужно для отчетности, как мы понимаем. Вот эти все красивые графики и диаграммы, которые он здесь нарисовал, можно копировать как картинки и вставлять в разные отчеты, если необходимо. Все за вас уже сервис сделает. Здесь есть сводка общая, есть сводка по конкретным вопросам, кто как ответил, и есть сводка по каждому пользователю, который ответил. То есть вы можете огромное количество таких диаграмм себе создать, распечатать, вставить куда-то, использовать в работе. Поэтому здесь все очень подробно и все очень хорошо устроено. Всего лишь нужно переключиться между вкладочками и зайти во вкладку «Ответы». Там вся статистика хранится. Игорь Негода.